Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Доброе утро. Еще раз напомню, что у нас, как мы уже анонсировали, в гостях сегодня председатель правления общества Стаб Дракс, а также руководитель Координационного центра по приемам беженцев Рижской Думы Станин Бергманис. Мы все-таки будем говорить сегодня не столько о беженцах, сколько действительно о проблемах с наркотиками и со спайсами. Хотя, насколько я знаю, спайсы ушли на второй план, но время от времени появляются эти новые разные такие вещества, которые Центр профилактики заболеваний тут же их заносит в список запрещенных психоактивных вещей, что и понятно, поскольку действительно эти вот вещества могут убить и убивают, к сожалению. Но многих, я думаю, в память врезалась вот в эти первые дни Нового года страшная новость из Добылы, где, правда, насколько я понимаю, все-таки вот эти вот родители многодетные, которые погибли от передозировки, все-таки это не были спайсы, это, видимо, были наркотики. Обо всем об этом мы сейчас поговорим с Алисом Бергманисом. Я знаю, что в предыдущие годы вы, ваши единомышленники, отчаянно боролись как общественники с распространением этих спайсов. Ну, вроде бы, по большей части вы их победили, но время от времени какие-то попытки происходят. Что это значит, что какие-то, не знаю, вот эта вот мафия спайсов ушла в подполье, или это вообще новые лица, которые сейчас торгуют, а старые ушли из этого бизнеса? Доброе утро, уважаемые радиослушатели, доброе утро, ведущие. Да, спайсы, можно сказать, что мы победили, да, всеми силами, не только мы, силы полиции, силы тоже вас, как журналистов, да, которые всю эту проблему поднимали, да, и озвучивали, да, и люди понимали, что это смерть, да, употреблять вот эти спайсы. Ну, и мы боролись, естественно, и с другими наркотиками, но эти спайсы, мы именно боролись с этими легальными точками, да, которые торгули. Потому что нет легальных наркотиков, есть только место, где их торгуют, и эти места были легальными, да. Да, как это ни странно, да. Да, и, конечно, вы тоже правильно сказали, поскольку спайсы, ну, то есть, уже с 2014 года, еще это было усиление вот этого закона в 2015 году, да, вот эти, как их называют в медицинском термине, новые психоактивные вещи, они уже под запретом, да, и они считаются как наркотики, и любой человек, у которого находит хоть маленькую, хоть мизерную дозу этого наркотика, то есть, отправляется в тюрьму так же, как все остальные наркотики. И этим, конечно, и было вот это все, именно вот эта река этих спайсов остановлена этим, да. Вот, ну, появляются, конечно, другие наркотики, да, в связи с тем, что вот эти спайсы, их больше нету, и нету смысла их даже завозить, потому что цена их превысилась в 10 раз, да. То есть, если раньше, почему они были такие доступные, да, 1 грамм этого спайса стоил 1 лад. Знаете, что такое 1 лад? Это было даже дешевле, чем бутылка пива, вот, и поэтому они были такие доступные, и поэтому они все переходили на эти, да, но сейчас они стоят столько же, сколько марихуана, и они химические. То есть, бизнес себя не оправдывает, да. И поэтому, ну, конечно, есть проблема в том, что сейчас прием этой марихуаны возрос примерно 40-50 раз. 40-50 раз? Да, то есть марихуана везде, скажем, в Латвии, да, вырастает вот это употребление, и вырастает продажа, и много дилеров, и в основном выращивает это все на месте здесь, в Латвии. Ну да, тогда не нужно завозить, нет проблем, как через границу все это переправить. Да, да, или в Голландии, с Голландии его привозят, или с Латвии, да. Мы помним, даже одно время на портале Manabaus.org, чуть ли не вот такой был законопроект о легализации марихуаны. Собрали 12 тысяч подписей. Ага. Даже собрали, да. Но в Сайме тоже есть здравый смысл, да, и это сразу эту поправку отклонили в комиссии. Ну, я так понимаю, что вот по вашему опыту борьбы, скажем так, с разными видами наркотиков, чтобы люди тоже понимали, что марихуана – это, по существу, такая же медленная смерть, или даже быстрая смерть, как и других видов наркотиков. Да, конечно, марихуана – это, ну, считается в народе, да, считается легкий наркотик, да. Естественно, если выбрать между героином или… Марихуаной. Наркотиков группой фентанилов, да, по которых мы расскажем, и это и присутствовало при трагедии вот этой Добрельской, да. А, уже что-то известно вам, да. Да, да, да. И, конечно, тогда пускай курит лучше марихуану, если нельзя отказаться, но это, естественно, это тоже наркотик, и после этой марихуаны, если это начинает, эту марихуану, если начинать употреблять уже в маленьком возрасте, то потом идёт зависимость от других наркотиков, то есть переход с марихуана – это как переход на другие наркотики, да. То есть на этом люди не останавливаются? Не останавливаются, да, к сожалению. А вот вы сказали, что употребление выросло в 50 раз, а с чем это связано? Я понимаю, что начали выращивать здесь, а почему, допустим, там 10 лет назад не выращивали? Или у нас настолько, не знаю, распространяется это хобби какими-то ненормальными масштабами? Это связано, это не связано с того, нету никакой эпидемии марихуаны сейчас, да. Просто было так, что, например, в 2006 году открылась первый раз вот эта курительных смесей, ну, легальная эта точка, да. Они в основном, все, которые курили марихуану, они перешли на эти курительные смеси. Поскольку марихуана тогда стоила 10-12 латов за грамм, а эти смеси можно было купить за 1 лат. Существенная разница. Да, если заказать этот баллончик, да. А эффект примерно такой. А эффект, он, ну, понимаете, марихуана, это выращено в природе, да, конечно, с какими-то химическими удобрениями, а вот это именно синтетический наркотик, это заменитель, это дешевый заменитель марихуаны. Он был изготовлен изначально, чтобы заменить марихуану. И, скажем, если, например, марихуану ты выращиваешь, и вот само растение это уже, ну, ничего там не надо оприскивать и так далее, то вот эти спайсы, они берут любую, ну, скажем, можно даже бумагу взять, оприснуть вот этим химическим составом, и ты уже как бы под кайфом, да. Да, но, как мне рассказывали сами употребители, когда мы там тоже в рейдах ходили, да, то оно намного сильнее было, как марихуана. То есть вплоть до того, что даже, ну, как можно было сидеть и смотреть в одну точку 8 раз, 8 часов, 8 часов, да, скажем. То есть полностью такое оцепенение, да? Полностью уходит от реальности, да. Как рассказывали даже и такие знаменитые люди, да, помните, было, что они как эксперимент употребили, да, и потом у них были отзывы, да, и они сказали, никому не рекомендуем, потому что мы не помним, что с нами было. А потом в 50 раз выросла крылья марихуана. Ну да, вот, значит, со спайсами мы выкинули, скажем, всеми силами с этого рынка, и, то есть замена была, то есть пришло марихуана. Ну, то же самое, скажем, вот это среднее число, процент употребления не поменялось, но просто марихуана выросла, потому что она до этого была снижена. А вообще… За счет спайсов. Да, мы этот вопрос, по крайней мере, надеюсь, наши коллеги уже поставили, должны были задать и нашим радиосуществам. Уже задали, я могу зачитать. Да, вот я просто хочу связать с этим вопросом. Если есть опрос, можно ли уничтожить наркомафию в отдельно взятой Латвии, первый вариант – нет, это нереально, второй вариант – можно хотя бы ограничить, и третий вариант – при желании властей можно. И, кстати, напомню, телефоны прямого эфира – 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, пишите нам в видеочате на портале MixNews.web, присоединяйтесь. Да, вот я не знаю, насколько вы проводили исследования. Можно ли сказать, что действительно, если так можно сказать, распространением наркотиков в Латвии занимается какая-то организованная преступная группа, типа, ну как в простонародье говорят, какая-то наркомафия, или это отдельные распространители, которые просто пытаются подзаработать, сами где-то ищут источники распространения, сами продают, и многие из них сами употребляют. Вот как на самом деле? Я бы сказал, отдельные распространители, употреблители и торговцы, скажем так. Отдельные торговцы нету, как такой… То есть мы не можем говорить о какой-то наркомафии, как в Латинской Америке, которая накрыла всю Латвию? Нет, такой нет. А вот вы сказали, что люди сами у себя дома выращивают вот эти вот растения, а не слишком ли это дорого получается для Латвии? Ведь у нас климат не тот, и солнца, наверное, недостаточно. Это же сколько техники надо выставить вокруг этой марихуаны для того, чтобы она во что-то выросла. Да, ну, к сожалению, все равно люди выращивают. И вот были случаи, когда задерживали именно этих, которые выращивали в Лудзе. Да, в одной Лудзе задержали в шесть местах. В шести местах, да? В шести местах, да, задержали тех, которые выращивали. И в основном это люди, которые даже были до этого не суждены. Не суждены? Да. И не связаны с организованной преступностью или так? Но они понимали, что у них растет? Да, но чтобы его выращивать тоже, скажем, надо определенные условия. Вы правильно сказали, что у нас холод и так далее. Но вот они заказывают вот эти именно семена, они заказывают с Голландии или привозят. Потому что в Голландии это все легально, и у нас же нет границ. Они могут также взять эти семена и с машины сюда привезти. Что они делают, да? И потом, скажем, надо создавать условия, там специальные теплицы надо делать. То есть это довольно аккуратно, да? Да, там должно быть специальный свет. Температура, да? Температура должна быть и влажность должна быть. Только так его можно вырастить. Просто так в домашних условиях, в этих, ну, путь-пу, да, как это говорится, в свечеточном горшке, да, ты не вырастешь. А возможно это сделать без каких-то специфических знаний? Вот может быть образование надо? Я не знаю, какое, правда. Эти все знания можно, я не буду сейчас рекламировать это, да, но в интернете все можно прочитать, если знать английский язык, и если знать, даже с русским языком их хватает, да. Вот. И также мы, конечно, еще можем поговорить насчет этой добльски. Мы сейчас вот на второй части после первого поговорим. Да, трагедии, да. Также можно заказать это все в интернете, к сожалению. Я знаю, что даже вылавливают таможню, вот по почте присылают. Да, и в основном у нас в Латвии сейчас вот эти, я не говорю сейчас уже про спайсы, потому что они уже ушли, как бы, пошли, да, это уже не актуально, но вот эти сильно действующие наркотики, да, которые химически производят. Я не говорю про героин и про, скажем, кокаин, да, но вот именно вот эти сильно действующие, которые надо употреблять интравенозно, вот их присылают, к сожалению, по почте, потому что они, скажем так, место занимает в тысячи раз меньше, чем, например, героин тот же самый, да. Есть уже в мире придуманность сильнее наркотиков героина. Даже так? Да. Сейчас мы прервемся на новости и рекламу и вернемся буквально через несколько минут. Не переключайтесь. Микс Ньюс. Гость в студии. Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии. Да, еще раз доброе утро. Напомню, у нас в гостях представителя правления общества Дракс Санрисбергманис. Мы говорим вот о спайсах и о наркотиках, которые губят, ну, главным образом, молодых людей в рассвете лет. И вот эта трагедия в Добыле, которая, ну, я думаю, шокировала, наверное, всех латвийцев в первые дни Нового года. Такая вот ужасная новость. Напомню, в Добыле там спустя чуть ли не две недели были найдены мертвыми родители, проживающие в социальном доме. И там плакали трое детей, а четвертый ребенок тоже умер от голода, не дождавшись помощи. Ну, мы сейчас, наверное, не будем обсуждать. Это отдельная тема, куда там смотрели и не смотрели социальные службы. Но что касается вот смерти этих родителей, я так понимаю, что экспертиза еще только там делается. В процессе, но, по-моему, все сразу сказали из экспертов и даже полиции, что, видимо, эти вот родители многодетных, вот, многодетные семьи умерли от передозировки. Видимо, так оно и есть. И что они могли передозировать? Да, это действительно трагедия. И эта трагедия связана с тем, что в последнее время в Латвии появляется очень сильно действующий опиатный наркотик. Его имя – карфентанил, да, и прозвище его «какрокодил». Он даже сильнее, если многие радиослушатели, люди знают, вот, есть такой белый китаец, да, в мире слышали, да, что его тоже надо очень-очень в маленьких дозах и можно быстро передозывать. Это синтетический наркотик и это фентанил. Вот этот белый китаец, он слабее вот этого карфентанила, да. То есть, еще страшнее. Это еще сильнее, и он примерно в сто раз сильнее, чем вот этот белый китаец, да. То есть, фактически его легко передозировать, поскольку никто не знает, сколько его там разводили. Да, никто не знает, и как они его, ну, понятно, что они его в основном по почте принимают, да, ну, скажем, получают, да. И он очень, как бы это не было бы плачевно, но он распространен между теми, которые употребляет героин, потому что вот они разбавляют, чтобы был вот этот героин, был сильнее в своем действии вот этим карфентанилом разбавляет, потому что его надо меньше, да. И все, все, ну, легко, это синтетический наркотик, во-первых, во-вторых, он стоит дешевле намного, чем героин, да, потому что героин производится с опятов и, скажем, ну, с этих маковых соломок и так далее, да, его надо много, да, и он дороже стоит, да. И в основном его производят в Китае, из Китая даже были, скажем, эксперименты, что с Америки, ну, скажем, эти научные исследовали, научные сами пробовали и исследовали вот такой, ну, как научный эксперимент, что как можно заказать его, да. И в основном в Китае он, его можно купить до трех, представляете, вот до трех тысяч долларов за килограмм, да, и он, скажем, десять тысяч раз сильнее морфина. Вот, например, раньше во времена, военные времена и так далее, когда люди тяжело болены, как одно из более утоляющих, сильных, это является морфином, да. Скажем, если человека нельзя спасти, тогда уже при ранениях каких-то или что ему дает морфин, чтобы он не почувствовал эту боль сильную, да. Вот, а он, представляете, десять раз сильнее, чем морфин, да, вот. И поэтому, и как он уже приходит в Латвию, да, по неофициальным данным, но таким правильным данным, да, он уже приходит, конечно, не в чистом виде, но все равно он сильнее героина, ну, в 20-15 раз сильнее, да. И потом они его разводят с этим героином, но как они разводят, в каких количествах, да. И вот эта доберская трагедия, и тоже у нас были смертные случаи, да. Во-первых, экспертиза, вот этот карфинтонил, если они употребили, его очень трудно выявить, да. Его даже в мировой практике использовали спецслужбы для каких-то своих действий, устранения своих, там, каких-то людей, да. Для того, что потом экспертиза, это нельзя выявить. Там надо делать так же, как спайси, надо делать специальную экспертизу именно на это вещество, чтобы понять, что там было вот это вещество, да. Если, например, героин можно выявить, да, при экспертизе, то вот это нельзя так выявить. И в чём проблема? Проблема в том, что в первые полчаса, если идёт передозировка у наркомана, должен быть ещё один наркоман или врач, или какой-то специалист, который может, который вовремя вызовет эту скорую помощь, и тогда можно вот это остановить, да. Ну, а так они просто забывают дышать, и останавливается дыхание, и всё, человек умирает от передозировки. Я так понимаю, что всё-таки это действительно была серьёзная проблема, и в каком состоянии были вот эти люди умершие, если у них четверо детей маленьких, она была беременна, и они употребляют эти наркотики. То есть, видимо, это уже сильнее их было, вот это вот тяга. Это трагедия ужасная, и действительно, ну, конечно, наркоман, он поэтому и наркоман, что он ни о чем не может думать. Он думает только, как получить свою следующую дозу, да, и как употребить, и только об этом и думает. Естественно, что мы не можем говорить, что эти дети там могли вызвать скорую помощь и так далее, если они постоянно это делали, и, ну, это, к сожалению, но это трагедия сильная. А давайте примем звонок 672-12-93-9, 672-13-93-9, доброе утро. Пожалуйста. Алло, добрый день. Вы знаете, как-то вырисовывается новый портрет нового наркомана. То есть, если прежде героинщик это был такой, ну, зверь, который увеличивал свою дозу там, я не знаю, сто раз, да, то есть, если он сначала, не знаю, доза у него была 2 евро, и он дорастал там, да, дозы там 200 евро, которые он потреблял ежедневно, то как-то вот портрет нового наркомана, вот как эта добельская пара, ну, он, в общем-то, не вяжется. Они внешне, как сообщают разные люди, они, в общем-то, выглядели как приличные люди. То есть, ну, в общем-то, это не похоже на классического героиного наркомана, который вынес все, включая старый радиоприемник бабушки, там, советские еще, да, из дома. То есть, это были какие-то люди, которые создавали впечатление приличных людей. И вот в связи с этим вопрос, а, собственно, это единичный случай, или действительно вот портрет такой типичной наркомана изменился, и, может быть, сколько много их стало, и насколько они опасны для общества, какую угрозу они представляют. То есть, вот, воруют там родственников, вот, так же, как героиновые, там, вот, выставляют больше их, меньше. То есть, вот в этом плане интересно узнать. Спасибо. Спасибо большое, да, Нат. Ну, насчет того, как они выглядели, конечно, можно еще спорить, да? Да, нет, там была классическая наркоманская квартира, вы же видели все. А там не было ни одного, ну, там не было, как, например, там вообще не было радиоприемника, да? Там все было, как бы, уже вынесено, и там стены какие были, вы же видели там фотографии. Да, фотографии. Слушайте, а если эта семья имела какие-то контакты с социальными службами, и за ними не замечали какого-то сильно негативного опыта, то, получается, этот наркотик никак не проявляет себя на внешности того, кто его употребляет? Я думаю, что социальные службы, да, если они работали, они не могли не знать, что они употребляли наркотик, потому что, ну, это интервенозно употреблять, да, ну... Последствия будут. Последствия будут, и вот этот карфентанил, он вообще такой наркотик, что его придумали вообще в 70-х годах в первый раз, его придумали для усыпления там слонов, вообще он придуман именно для ветеринарной, да? Для животных, да? Да, его, значит, в дротиках там ставили, да, те дротики, которые, когда ты, например, какой-то тигр или что, животные, да? Нужно поймать, да. Бешеное, да, или нужно поймать его, да, вот это, вот это, да, потом его начали, поняли, что он тоже из группы опиатов, и от него можно получить какой-то кайф. Ведь потом его начали в героин мешать для того, что его надо меньше, а доза, скажем, ну, то есть перевозка легче, да, но доза такая. Ну, говоря с наркоманами, они говорят, что его одного нельзя вместе, только можно его, если разбавлять с героином этим, да, вот, ну... А как ведут себя люди под воздействием вот этого вот? Ну, если мы говорим о типичной наркомании. Да, у опиатах вообще воздействия такие, что у них, они спокойные, да, у них нету, например, Агрессии. Да, как у метамфамина, ну, амфетамина и у, например, экстази, да, у них есть прилив энергии, но у этих именно опиатов, которые у них, они успокаиваются, да, и, скажем, у них там свои сны, они в этом кайфе, и они и ходят, да, вот так. А в перерывах? Ну, при перерывах, конечно, они... Ломка, как называемая. Да, да. Если они, конечно, не допускают до этой ломки, если они сами не хотят отломаться и сами не хотят уйти от этого, да, то в этих перерывах, в основном они, чтобы не было этой ломки, они ищут, где достать вот этот наркотик. А сколько он вообще стоит? То есть это дороже, чем... Он дешевле, чем героин, потому что если героин там стоит от 30 до 50 евро за грамм, то этот стоит от 10 до 20, если на рынке, например, на черном, а если, например, они сами где-то откуда-то, да, там. В основном, конечно, я не хочу никого обвинять, да, но в Латвии, да, это по, скажем, по информации правоохранительных служб, да, что он распространен в среде вот ромы, да, национальности ромы, да. И вот вы знаете, что в до было тоже вот, была вот эта национальность, к сожалению. Это похоже на какое-то такое оружие, да, вот страшное, вот из того, что вы сказали. Да, это вообще... Чем хватание. Это названо как химическое оружие, да, вот нашего века, потому что именно из-за того, что он так мало занимает места и так дешево стоит, да. Такой эффект разрушительный, да. Если, например, один грамм является, вот, например, один грамм этого керфантанила, это как в чистом виде, я еще раз хочу подчеркнуть, в чистом виде, потому что у нас в Латвии он не приходит в чистом виде, он уже приходит разбавленным, да. Но, скажем, если в чистом виде, то один грамм приравнивается к десятью килограммами героина. Представляете, что это такое? Это тогда там, ну, это сама перевозка, она намного дешевле, да. И если в Китае можно купить, ну, естественно, там есть, мы просто смотрели в этом странице, да, не хочу рекламировать эту страничку, да, но тоже должно быть указано, что у вас есть ветеринарная клиника и так далее, но три тысячи долларов, да, килограмм. Представляете, это один килограмм хватит, чтобы убить всех жителей Латвии одного килограмма. Потому что один килограмм – это в десять тысяч раз сильнее, чем героин. То есть, получается, один грамм вот этого вещества соответствует десятью килограммами, да, героина. И сколько тогда в одном килограмме, там, даже это нули можно. Давайте сейчас еще звонок примем, надевайте наушники. Доброе утро. Алло. Доброе утро. Доброе утро. Вопрос к гостю вашему. Вам не приходило в голову, что запрет полностью марихуаны является, то есть, лучше контролировать наркоманию, чем с ней бороться или запрещать ее? Потому что в Штатах, в Ругвае, в Голландии, во многих странах легализовали марихуану и как-то не особенно войны начинают, не особо режут, убивают, как и под алкоголем, например. Спасибо. Ну, насчет того, как там режут и убивают, это еще, да, можно ускорить, да. Я тоже знаю, что в Америке, уже сейчас, уже больше в Штатах это легализировано, да, в Голландии то же самое, да, но по мне так я бы не хотел, чтобы это было в Латвии так, скажем, ну, свободным торговлей, потому что я, когда ездил в командировку в ту же самую Нидерланды, да, и был в этом Амстердаме, я смотрел, это было ужас, что действительно такие же самые легальные точки, как у нас было в Риге, там они есть на месте, и там можно купить и те же самые спайсы, они дешевле, и марихуану, всякого рода и всякого, скажем, вида, да, и, ну, вы знаете, там тоже, я расскажу случай, да, мы заходили в этот, именно в этот кофе, кофе-шоп он называется, да, где можно, и там мы заходили, чтобы вообще посмотреть, как вот это, что происходит, да, и тоже там с 20 или с 21 или с 18 лет можно употреблять, да, но, например, если человек младше, он не может заходить туда без присутствия, да, без присутствия родителей, и вот тогда мы видели, я лично видел своими глазами, как заходила мама, с ним вместе был ее сын, где-то примерно лет у него было 15, да, или 14, да, потому что он же не может употреблять без мамы, да, и там рядом была сестра, они сидели на кресле, да, и вот этот, ну, как бы продавец, он надувал большой баллон такой сначала, ну, они делают как-то так, вот, что они сначала поджигают, и как бы весь вот этот, который выходит, этот дым, они заправляют в какой-то баллон, и вот тогда он сидел на этой скамейке вместе со своей мамой, в принципе, это ужас, да, и вместе со своим этим самым мама не употребляла, сестра младшая не употребляла, а он употреблял, потому что иначе он не мог, ну, вот, так, так что вот этот марихуана, это тоже, я считаю, что это не... Так, может быть, пара президент Филиппин, который вот так решает проблему? Ну, да. Фрагинальный вопрос. Это, конечно, вторая... Расстрел. Это, конечно, опять вторая, скажем, крайность, да, это мы с одной крайности на другую, да, наверное, так нельзя, но самое лучшее, что если мы объясняем своим детям, своим людям, школьникам, объясняем, что это такое, и чтобы... Чему это приводит? Чтобы, да, чтобы не употреблять и не выбирать вот такой путь, скажем, ну, конечно, много людей есть с разными характерами, да, есть люди, которые сильнее, которые могут контролировать себя, есть люди, которые слабее, которым какие-то проблемы они не могут найти себя в жизни. Они думают, что это выход, да. Да, ну, это выход, но это... Они заблуждаются, потому что они этим только усложняют это все, жизнь. Естественно, что и в Латвии, скажем, по опросам и по исследованиям, алкогольная зависимость делает больше проблем, чем именно вот от марихуаны, да, но те люди, которые употребляют алкоголь, намного и больше. Это, соответственно, то же самое, что мотоциклы и автомобили, да, аварий с мотоциклами почему меньше, да, в самом, в самом, если считать в счету, они больше, да, но поскольку они меньше, чем автомобили, поэтому и аварий меньше, да, это статистики. Ну, а ты насчет того же Уругвая, где есть государственная монополия на продажу марихуаны, может быть, это тоже какой-то смысл имеет? Вот там есть регистр, кто может покупать, кто не может покупать, есть какие-то казначные аптеки, где все это продается, причем только тем, кто имеет право покупать. Может быть, это имеет какой-то смысл? Ну, вот если ты не можешь без этого жить, мы тебе проходим, как вот госструктура. У нас в Латвии, да, у нас в Латвии тоже есть случаи, да, когда есть разрешение, да, тяжело больным людям, да, что они могут иметь при себе, и там, там, значит, если они тяжело больные, да, но может быть таким образом, но это надо смотреть. Почему? Потому что, с одной стороны, да, мы там спрашивали, когда были в этом, в Нидерланде, да, спрашивали, да, там, один вот это кафе, да, она платит налоги в год под 300 тысяч, да, то есть это лицензия, как в каком месте зависимость, но это стоит 300 тысяч евро. Конечно, в налогах много приходит, да, но можно получить и второй эффект, что мы потратим больше денег потом на лечение этих наркоманов, да, ну, это как смотреть. С экономической части вот этот эффект, изначально такой быстрый эффект, может быть, мы и получим, но потом мы получим проблемы. Кто хочет этим рисковать, я думаю, что не стоит. 672-12-93-9, 672-13-93-9, да, не так времени у нас до окончания нашей передачи. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Пожалуйста. Доброе утро. И появляется зависимость. И поэтому сажают людей сначала на пиво, на сигареты, потом не хватает дозы, да, человек переходит на более тяжелые наркотики. Это вот всякие там анаша, потом уколы себе делают. То есть это дорога в один конец, это прямая. То есть с нее никак не слезешь, не свернуть, и люди умирают там 30-40 лет. Кто начинает этим делом баловаться. Вот. И поэтому людей просто как бы превращают в стадо. То есть баранами легче управлять. Спасибо большое. Вот согласен с тем, что все начинается на самом деле с сигаретой. Может быть, если уже запрещать, то вот давайте сигареты тоже запретим. Да, ну, естественно, я бы был за то, чтобы запретить сигареты. Но, к сожалению, есть люди, которые курят. Но у нас хорошо, что в Латвии уже так нельзя нигде. Ну, практически уже. В общественных местах практически, да. И люди молодые уже из-за этого, я думаю, что выбирают. Но уважаемый радиослушатель тут притронулся. Он говорил о гармоне счастья, которая вырабатывается. Естественно, что вот этот гармон счастья можно получить и разными путями. Да, когда человек сдал, например, выучил экзамен и сдал его, то тоже его принимает этот гармон счастье. Правда, ненадолго. Да. Следующий экзамен. Следующий экзамен, да, если это не последний. Да. Вот. И когда ты, например, идешь в спортзал, и потом после этой тренировки в душе тоже, скажем, у тебя такое блаженство принимает. Ну, конечно, радиослушатель прав, что у человека есть эти вещества. Не надо ничего употреблять. Естественно, что, ну, это не всегда, что они хотят от счастья, да. Иногда есть от того, что их принимает безысходность, и они не могут найти себя в жизни. И в основном наркотики, наркотики сопровождают, если в государстве есть какие-то проблемы, да. Бедные государства, да, государства с меньшим экономическим развитием и так далее, всегда сопутствует вот то, что люди выбирают наркотики, да. То есть будем, я думаю, что надо нам поднимать экономику, надо за государством следить и делать лучше государства, и тогда будет меньше наркоманов. Ну, что ж, хорошее пожелание. В завершении эфира с анализ Брагунисом надо было в студии посетить правление СтопДракс. Давайте озвучим результаты опроса на нашем сайте, в видеочате. Можно ли уничтожить наркомафию в отдельно взятой Латвии? Первый вариант – нет, это нереально 22%. Второй вариант – можно хотя бы ограничить 33%. И третий вариант – при желании властей можно все 44%. Да, ну, что ж, хорошо, что мы надеемся на власть. Мы верим в власть. Мы верим в власть, что она сможет, если будет политическая воля, как мы знаем. Спасибо большое.